С начала октября 7 760 белорусов заключили договоры на накопление второй пенсии. Большинство клиентов – женщины, их около 65%. Человек может сам определить, какую сумму каждый месяц отправлять на счет. Размер взноса может варьироваться от 1 до 10%. Отчисление переведет и наниматель, они не будут высчитываться из зарплаты. Более половины всех семейных капиталов многодетные использовали досрочно. Это почти 63 тысячи пар. В большинстве случаев помощь от государства направляют на решение квартирного вопроса. Кроме того, деньги идут на оплату медуслуг и получение образования. В нашей стране социально значимая программа действует с 2015-го. В стране за последние три недели зафиксировано более 7 тысяч пострадавших от гололедных и холодовых травм. Чаще всего серьезными последствиями падения заканчиваются для пожилых. Особенно осторожными следует быть на остановках общественного транспорта, ступеньках подъездов и подземных переходов. В субботу вечером в Бобруйске дети отравились угарным газом. ЧП произошло в частном доме по улице Глинки. Пострадали 7-летняя девочка и 12-летний мальчик из-за преждевременного закрытия задвижки дымохода. В итоге их госпитализировали. МЧС напоминает, чтобы избежать отравления стоит топить печь или камин с учетом правил пожарной безопасности. В Бобруйске 24 декабря состоится новогодний бал для учеников 10-11 классов, которые добились высоких результатов в учебе, творчестве и спорте. Светский вечер станет частью благотворительной акции «Наши дети» и по традиции пройдет в Центре дополнительного образования детей и молодежи.